Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем онлайн занятие по вокалу. И с вами сегодня заслуженная артистка России Елена Калашникова. Вот я хотела бы сказать, с чего я начинаю занятие по постановке голоса. Первое, это значит дыхание, певческое дыхание. Второе, это дикция. И третья составляющая, это значит позиция рта, что мы должны делать при том, когда работаем с голосом. Значит, у меня на все эти три темы есть упражнения. И, значит, нужно сказать сразу же о том, чтобы обучить участников коллектива работать к народному пению, значит, развить вокальные данные, обязательно систематические вокальные упражнения. И эти упражнения не должны быть проходящими, ну, просто между прочим. Они должны обязательно, каждое упражнение должно ставить какую-то задачу для того, чтобы развить диапазон, вытащить голос. И, значит, изначально мы начнем с дыхания. Значит, вот когда ко мне приходит человек, я, во-первых, смотрю, как он реагирует на звуки, то есть, как он, чем он поет. И чаще всего, конечно, бывает, что он не умеет дышать. Это такая проблема, в общем-то, всех начинающих. Для того, чтобы правильно научиться дышать, вот поставьте сюда руки на бока. Значит, и попытайтесь животом, то есть, это легкие, конечно же, но нам кажется, что это в живот, берется дыхание. Живот пошел вперед. И потом медленно мы выдыхаем, например, на согласную «С». Твердо, упруго. Тем самым диафрагма у нас давит на легкие, которые вот с силой выпускают вот этот воздух. Еще раз попробуем, да, вот может быть вот так же будет виднее. Можно звук изменить, например, звук «Ф», да, мы точно так же не делаем, да, набираем воздух. Опять же, вот пошел вперед. Как можно дольше стараемся это делать, но это, когда вы будете заниматься упражнениями, то есть, у вас будет увеличиваться и сила дыхания. Вы будете понимать, на что можно опирать. Так, еще можно, посмотрите, какое упражнение, еще можно делать отрывистые такие выходы воздуха. То есть, набираем дыхание и, допустим, какие-то отрывистые звуки мы выпускаем воздух. Вот так, да. То есть, вы должны почувствовать вот эту вот опору. Это называется опора на дыхание, как принято говорить в вокале. Опора на дыхание. Для этого еще существуют упражнения всевозможные. То есть, вот мы, допустим, подходим к пианино и на стаканно. Но дружи мы будем петь, конечно. Ми, 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 ми. И работает при этом наше дыхание. Ма, 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 ма. Когда мы распеваемся, начинаем с середины звучащего диапазона. То есть, не самых крайних нот и не самых высоких. Потому что, чтобы певцу было сразу же комфортно это делать. Распевания обычно поднимаются по полтона. Они короткие распевания, но полтона обязательно поднимаются. Ма, 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 ма. И, допустим, поменяем глаз. Это для того, чтобы ощутить, опять же, наш выбрасываемый воздух. Еще можно на закрытый рот. Тоже хорошо очень понимается дыхание. Ну, я думаю, что достаточно будет для первого занятия. А вот того, чтобы вам понять, как нужно наше дыхание опирать на диафрагму. Спасибо.